Как рассказал в ходе отчетного брифинга начальник департамента ЧАЭС, за 10 месяцев текущего года в области зафиксировано 255 чрезвычайных ситуаций. Спасено более тысячи человек, 800 пострадавших эвакуировано. В целом по области несколько уменьшилось количество нарушений техники безопасности. В этом году их зарегистрировано почти на 2000 меньше. На 18% сократилось количество пожаров. На водоемах области в этом году утонуло 25 человек. С целью профилактики утопления для детей организованы уроки плавания, которые проводят школьные тренеры и специалисты департамента ЧАЭС. Акимат области поддержал нашу идею. Поручено было управлению образованием и Акиматом районов. Они начали приобретать все модульно-каркасные бассейны. И вместо бесхозных или коммунальных каких-то пляжей на черепчих местах наиболее удобных устанавливают вот эти модульно-каркасные бассейны. Сейчас одним из самых важных стоит вопрос готовности к предстоящей зиме. На территории области 208 снегознасимых участков протяженностью свыше 500 километров. Подготовлено 57 пунктов обогрева. Заготовлен запас противогололедных материалов в 20 тысяч тонн. И около 519 тонн горюче-смазочных материалов. Для зимнего содержания дорог подготовлено свыше 350 единиц техники. Прошедшей зимой из-за неблагоприятных погодных условий, метелей и буранов трассы пришлось закрывать 109 раз. Спасено было более 2000 человек совместно с Акиматами, нами на зимних дорогах. И из них порядка 800 человек это на трассе, ну в смысле в Тоскалинском, Зеленовском районе и Косталовском районе. В департаменте ЧС сообщили, что согласно предварительному прогнозу синоптиков, погода в предстоящем декабре ожидается в пределах многолетних норм. Сильных морозов и сверхобильных снегопадов не ожидается. Марина Гарбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумажев, ТДК-42.